Выступление Антона Греса, которого приглашаем, директор компании G-Tech. Он расскажет, как эффективно работать с удаленкой. Добрый вечер всем. Остались мы, смотрю, самые стойкие. Меня зовут Грес Антон, я директор студии G-Tech. И я хочу рассказать наш практический кейс, как мы работаем по проектам, то есть про проектную работу, и в целом, почему мы сейчас работаем по принципу удаленки и вообще, как этим всем можно управлять. Для начала еще хотел бы задать вопрос, у кого Bittrex 24 есть, кто пользуется в той или иной степени? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, чтобы мне понимать, на каких слайдах больше застрять внимание. Смотрите, мы были обычной студией по разработке, оригинальной, когда решили открыть офис в Москве. И после того, как мы приняли такое решение, я понял, что как-то теперь нужно управлять производством. Если до этого я каждое утро приходил в офис, смотрел, что сотрудники уже на месте, что-то они там тыкают, проекты делаются, курить не ходят. Все вроде хорошо, эффективно работаем, но проекты получались какие-то более успешные, какие-то менее успешные. Но тогда я об этом не думал. Но когда мне пришлось уехать, мне нужно было как-то не просто, чтобы мое производство не просело, а чтобы оно сохранило свой уровень, как это контролировать, какие инструменты для этого использовать. Но так как мы занимаемся разработкой сайтов, мобильных приложений, внедряем Bittrex 24, я, в принципе, знал инструмент, который, скорее всего, нам с этим поможет. На этом слайде я, собственно, хотел бы отметить, что я пришел к тому, что вообще не нужно контролировать время, проведенное в офисе. Даже в Bittrex 24 есть такой функционал, начало-окончание рабочего дня. Я предлагаю не контролировать время, проведенное в офисе, а контролировать именно сроки исполнения задач, чтобы они не были сорваны. И, собственно, факт выполнения задач. Потому как именно закрывая определенный объем задач в рамках проекта, вы закрываете весь проект, успешно или неуспешно. Здесь я хотел бы небольшую такую аналогию провести, чтобы вы понимали, я как пилот любительских ралли не мог выбрать другую аналогию. Знаете, наверняка многие из вас смотрели какие-то автосоревнования. Формула-1, тоже ралли, кольцевые гонки. Ну, по-любому, какие-то вы видели. И для обычного зрителя, когда он смотрит на пилотов, он смотрит, о, как он круто там прошел поворот, все там, все разлетелось в разные стороны, как красиво. И каждый пилот проезжает, и про каждого он может так сказать. Но на финише кто-то первый приходит, кто-то второй, кто-то последний вообще. А почему? Во всех сферах важное значение имеет подсчет эффективности. Так вот, в автоспорте есть так называемая телеметрия. Когда вы знаете, ага, точно, вот в этом повороте я потерял секунду, а там полторы. И на финише я потерял в итоге полчаса. Bittrex 24, на мой взгляд, ну, по крайней мере для нас, он стал такой телеметрией эффективности сотрудников. Вы видите сроки исполнения задач. Вы видите, как идет ваш проект по статусам с помощью Kanban. Вы можете планировать, вы можете делегировать задачи и распределять приоритеты между ними. Небольшое отступление. Знаете, вот особенно те, кто пользуется Bittrex 24, я иногда видел такие моменты, что даже если проект небольшой, иногда любят просто в живую ленту написать, создать ветку, в живой ленте что-то там попереписываться, комментарий оставить, либо в чате. Но бывает так, что проект никак этот маленький не заканчивается, и в итоге это все превращается в 5-10 веток в живой ленте, а потом невозможно найти информацию. Поэтому я предлагаю, кто пользуется Bittrex 24 будет, если у вас есть какой-то проект, даже небольшой, сразу создавайте рабочую группу. Не надо где-то отдельно что-то переписываться по почте. Создаете рабочую группу, там у вас сразу живая лента, свой чат отдельный по группе, задачи. Даже если она маленькая, она не займет, сама группа как и такова не займет лишнего места. Просто у вас будет отдельная папочка, где вся переписка по проекту у вас хранится. По крайней мере нам это очень сильно помогает потом искать, восстанавливать информацию по проектам, когда это необходимо. Собственно, так выглядит рабочая группа или проект для тех, особенно у кого еще нет Bittrex 24. Вы можете здесь создавать задачи. Сейчас это можно еще и задачи распределять по панели Kanban. Контролировать сроки выполнения задачи. У вас есть здесь лента живая, где можно вести переписку, обсуждение, хранить документы. Причем документы, диск так называемый, он поддерживает версионность. То есть если вы 10 раз переделали договор или 10 раз переделали макет, у вас будет последняя версия. И тот, кто отвечает за следующий этап, например, взять договор, поехать к клиенту или взять макет, сверстать его, он возьмет последнюю версию. Он не сверстает ни то, и вам не будут, нужно будут лишние часы потом тратить на переделку. Сюда можно приглашать тех людей, кто ответственен за этот проект. Только их, чтобы не отвлекать остальных. Сюда можно приглашать внешних сотрудников, сюда можно приглашать клиентов. Мы, по крайней мере, приглашаем клиентов, они видят процесс производства, они видят, что вообще с проектом происходит. Проект плюс сделка. Для многих CRM это про продажи в основном, да? Ну, собственно, есть этапы продаж. Вы продали, заплатили деньги, и вам заплатили деньги, сделка закрыта. Для нас это не только продажи. Раньше у меня сзади, за моим креслом, висела такая панелька на ватмане, сделанная с канбан. Там были статусы проектов, были стикеры. Каждый стикер – это был отдельный проект. Там был вписан, кто ответственный, вручную что-то, какие-то комментарии. Это вот в таком виде выглядело. Но мне было удобно. Я видел, какие у меня сейчас проекты, на каком этапе, где у меня провал. Сейчас, когда есть канбан в сделках, кроме создания самого проекта, я использую еще и сделки в CRM. Вот я сейчас как раз, ребята, переключу. У меня в этапах канбан – это все этапы сделок, одной сделки, грубо говоря. У меня не только продажи, у меня еще есть этапы производства. Сейчас верните назад. Так вот, после того, как у нас сделка перешла с этапа продаж, она идет в производство. Это большой блок, в котором есть предоплаты, в котором есть этапы разработки дизайна, в котором есть этапы программирования. И, соответственно, я наглядно вижу, что, например, у меня сейчас на этапе дизайна мало проектов. То есть их доделывают все, а на проектировании очень много. И я понимаю, что мне нужно там поднажать, потому что иначе через там две недели у дизайнеров будет окно, им нечем будет заниматься. И это плохо. Нужно, чтобы процесс производства и нагрузки был постоянно распределен. Вот. Собственно, канбан в сделках позволяет контролировать проект таким образом. Далее. Для сделок я создал дополнительные поля. Это роли сотрудников. То есть я указываю, что за какой проект, за какую сделку у меня, например, кто дизайнер, кто разработчик. В принципе, можно любые роли создавать. Это удобно для того, чтобы потом строить дальнейшую аналитику, какую-то статистику вести. Более того, у меня еще и счета используются в проектах, потому что за определенные этапы проекта отвечают разные люди. Например, тот же дизайнер. Когда дизайнер рисует макеты, я ему, естественно, должен буду определенную зарплату потом выплатить за объем выполненной работы, так как это проектная работа. У меня у счетов тоже есть свой канбан со статусами. В частности, там есть статус, который называется к выплате. И когда работа выполнена, счет оплачен клиентам, я ее перетаскиваю туда, чтобы потом не забыть сотруднику денежку выплатить. То есть это такой и в том числе самоконтроль. Ну и нет почты. Вы, конечно, уже сегодня видели, что Bittrex сделал веб-интерфейс для работы с почтой. Но кроме этого я хочу сказать, что Bittrex 24 действительно по большей степени убивает вот этот обычный веб-интерфейс почты, потому что с помощью email tracker сейчас все почтовые сообщения именно клиентов ваших, с которыми вы работаете по сделкам, они привязываются к карточке сделки. Если я зайдя с утра в почтовый клиент, могу увидеть кучу спама, кроме там ряда важных сообщений от клиентов, я могу по-другому поступить. Я могу зайти в CRM, зайти в сделки, открыть карточки сделок и увидеть именно сообщения от моих клиентов по сделкам. Каким образом это выглядит, я сейчас покажу. Ну, это мы слайд уже смотрели про статусы сделок. Вот. То есть слева это часть карточки сделки, в которой я вижу всю переписку от своих клиентов. Это реальная переписка. Это, кстати, интересный момент был. Мне клиенты написали, а как почта подключается? Вот мы сомневаемся, битрикс24 почта подключается? Нет, а можно Outlook отказаться, еще чего-то отказаться? Я им скидываю вот этот как раз скриншот моей с ними переписки, что да, можно отказаться. Вот, пожалуйста, мы с вами переписываемся. Это все у меня хранится в CRM. Слева это разные сообщения, справа это форма ответа. То есть можно также легко ответить из сделки. Не нужно даже в почтовый клиент заходить. Ну и сейчас я расскажу про то, как мы работаем с задачами. И как с задачами в частности я работаю. Kanban. Знаете, кто такой, что такое Kanban? Кто знает? Есть пару человек. Ну вообще Kanban, он призван… Какая его цель? Чтобы сократить единовременно количество задач, которые вы в данный момент работаете. То есть чтобы не было там большого перегруза. Соответственно, в нем есть определенные стадии, на которые вы разбиваете. Есть входящие задачи, задачи, грубо говоря, входящие в работе выполнены. Так вот, вы обычно ставите ограничения, что на этапе выполнения задач у вас не больше 6 должно стоять. Сегодня Bittrex про это рассказывал, что у них это все уже есть. Но кроме Kanban я хочу рассказать про то, как есть еще такой функционал мой план и как я работаю с этим. По сути, это визуальное представление Kanban, но немножко другое. Я использую такую связку… Я использую связку визуального представления Kanban и матрицы из Эйзенхаура. Но точнее я ее назвал по-другому. Если кто не знает, что такое матрица Эйзенхаура, посмотрите в интернете. Я ее называл треугольник Эйзенхаура. Почему? Потому что там есть… Вообще эта матрица Эйзенхаура – это распределение задач по важности и срочности. И там есть такой этап неважной несрочной задачи. Вот я его вычеркнул, потому что зачем я буду делать и вообще ставить в план задачи, которые мне не важны и несрочны. Поэтому я это не использую. Поэтому мой план выглядит таким образом. У меня есть входящие задачи. Дальше у меня есть блок Эйзенхаура, в котором я распределяю задачи по их важности и срочности. Важные и срочные задачи – это те, где вы сорвали, наверное, дедлайн, либо что-то вот прям сломалось ночью, надо прям сегодня это чинить, иначе там тратятся где-то деньги у клиента или еще что-то происходит. Это задачи, которые вот горят. Важные и несрочные задачи – это в принципе обычные стратегические задачи, у которых есть какой-то срок выполнения, их просто нужно делать вовремя. Все. После того, как я распределяю задачи, у меня часть задач попадает в колонку «неважные, но срочные». Эти задачи обычно делегируются сотрудникам всем. Вы знаете, наверное, да, что в рамках рабочей группы проекта можно посмотреть сотрудника, который выполняет задачи в рамках этого проекта. Можно перейти на его, в принципе, страницу, посмотреть, какие у него есть задачи. Но я также делаю дополнительные колоночки в моем плане, где указываю фамилии, имя сотрудника, и задачи, которые я ему поручил, я распределяю по этим колонкам. Мне так визуально удобно. Я вот открываю и все сразу наглядно вижу, что этот сотрудник делает эти задачи, этот сотрудник выполняет эти задачи. Ну, я, естественно, не навязываю, но я рассказываю, как мы работаем. Кроме распределения, кроме делегирования, кроме всего этого, есть и контроль сроков и нагрузки. Когда у вас есть проект, у вас есть определенное ограниченное количество сотрудников, но неопределенное количество задач, которые могут поступать. Когда вы откроете диаграмму Ганта в битриксе в ваших задачах, вы увидите, если вы сроки ставили, естественно, задачи, вы увидите примерно такую картину, ну, похожую, в которой можно видеть приоритеты. Вот, например, первая задача обязательно должна быть выполнена сначала, прежде чем сотрудник приступит ко второй. Здесь такое демо-представление, где я вывел двух сотрудников. У первого первые три задачи, у второго последние две. И если у меня появляется новая задача по проекту, в диаграмме Ганта я вижу, ну, окошко, куда я могу поставить задачу на сотрудника. Я вижу, что в пятницу, в понедельник у меня сотрудник свободен. Вот именно этот. Ну и что касается эффективности, вообще давно в битрикс24 есть такая кнопочка «руковожу». Может быть, вы ее не нажимали, возможно, вы не руководитель, но там есть такая кнопка, которая позволяет увидеть сводную таблицу по всем вашим сотрудникам, если вы прям директор, либо если вы руководитель подразделения, то увидеть такую таблицу по подразделению, по сотрудникам вашего подразделения, в которой четко видно, какой процент эффективности у ваших сотрудников. Вот видите, первый сотрудник 33%. Это очень низкий показатель. Почему? Соответственно, вы это нигде не считаете, вы не тратите на это время, это есть уже. Вы просто можете фиксировать такие факты, заходить в карточку сотрудника, открывать его задачи, смотреть просроченные и уже, собственно, на месте выяснять, почему. Бывают ситуации разные. То есть может быть сотрудник особо не виноват, там клиент срок переставил. Кроме этого, появился функционал геймификации. Про него сегодня немножко рассказывали. На основной презентации релиза это эффективность, такой дашборд с виджетами по эффективности для конкретного сотрудника. То есть каждый может открыть, посмотреть, какой у него процент, насколько он эффективен, энергичен. Он может посмотреть свои задачи и задачи с замечаниями. И самое главное, это те задачи, на которые нужно обратить внимание. Ну и про автоматизацию. Автоматизация это вообще, конечно, такое заманчивое слово. Хочется все автоматизировать, ничего не делать и чтобы все само работало. Но, к сожалению, так не бывает. Но кое-что можно сделать и в Bittrex 24 в частности. Во-первых, шаблоны задач. Это очень удобный инструмент. Например, когда мы запускаем проект, у нас есть шаблон задачи, так и называется запуск проекта. И там чек-лист из 20-30 пунктов, которые мы обязательно должны закрыть и после него закрыть задачу, прежде чем мы проект запустим. То есть, чтобы каждый раз вам не придумать, что нужно проверить в проекте, есть шаблон. Вы ее запустили или ее можно даже вообще как-то автоматизировать, чтобы она сама запускалась автоматически. И пока вы задачу не закрыли, например, проект нельзя стартовать. Далее. Это автопостановка задач и работа с бизнес-процессами. В Bittrex, наверняка вы знаете, есть бизнес-процессы, есть дизайнер бизнес-процессов, который, в принципе, позволяет довольно-таки много автоматизировать. Например, у нас, когда сделка находится на каком-то из этапов оплат, например, постоплата за дизайн, предоплата за разработку. И по ней выставлен счет. Когда счет переходит на статус оплачен, все закрыт, отлично все, автоматически сделка, я ничего не делал, она автоматически передвигается на этап разработка, а клиенту уходит письмо о том, что спасибо, ваша оплата поступила. Естественно, спасибо, например, Антон Юрьевич, оплата поступила. Мы приступили по вашему проекту к такому-то этапу. Клиенту приятно. При этом вы можете еще много что сделать. Поставить задачу, например, ответственную за следующий этап. Еще что-то сделать. Вообще бизнес-процессы – это довольно-таки такое широкое поле, где можно что-то автоматизировать. Дальше. Автоподсчет часов задач. Это очень хорошо работает, если у вас есть какая-то некая тикетная система или система с обращениями, когда вам клиенты постоянно что-то пишут. И если они платят за часы, например. Либо если у вас KPI ваших сотрудников рассчитан на часы. Соответственно, они при выполнении задачи могут ее стартовать. Она автоматически будет считать часы. И по факту вы, соответственно, мы в частности выставляем счета. То есть сотрудник каждый в конце месяца выкладывает список задач, которые он выполнил. Там все часы расписаны. Мы считаем часы, выставляем клиенту счет на выполненную по факту работу. Естественно, это удобно, потому что нигде это дополнительно мы не считаем. Это все есть в задачах. Просто выборку сделали за месяц и все посчитали. Ну и приложение 24, если вы об этом не слышали, хотя сегодня уже рассказывали об этом. Приложение 24 – это возможность создавать какие-то свои дополнительные приложения, которые вам могут считать что угодно. Вообще Restap позволяет любую информацию по вашему порталу собирать, каким-то образом структурировать, выводить вам какие-то отчеты. Поэтому если вам нужно что-то сделать нетривиально, то, чего нет в Bittrex, вы просто можете либо заказать разработку у партнеров, либо самостоятельно попробовать это сделать. Приложение 24 вам в этом помогут. Ну в принципе все. Вот я подытожу, что мы используем для проектной работы и контроля эффективности моих удаленных сотрудников. Это обязательно проекты, которые мы создаем под каждый проект. Задачи в связке с Kanban и с моим планом, где визуально наглядно видно всю ситуацию, что происходит, какая нагрузка по сотрудникам, где есть свободные окна по времени и так далее. Плюс сделки, счета. Сделки позволяют видеть информацию в Kanban по самим сделкам. Ну а счета я рассказывал уже, да, как они у нас работают. Ну и автоматизация. Если вы можете что-то автоматизировать или хотите, обязательно это делайте. Я прям точно 2 секунды осталось. Антон, большое спасибо. На вопрос времени уже не осталось. Можно подойти и задать, конечно. Спокойно, вот уже это был последний доклад на этом потоке. Спасибо большое, что послушали нас. Спасибо.